Рекламно-информационная программа. Еще раз напомним. 211-101. Готовьтесь. Чудесная погода, солнце, тепло. Ну, просто замечательно. И мы сегодня будем говорить о мероприятии, которое пройдет на свежем воздухе. Надеюсь, что в чудесной, дружеской, теплой атмосфере в следующие выходные смотрите, что в программе. Выставка мотоциклов, полеты на аэропланах, самолетах и вертолетах, выступления клубов исторических реконструкторов, большая конкурсная программа, масштабные славянские хороводы, город Кузнецов, концерт рок-коллективов, в том числе выступлениях хедлайнеров этого праздника, группа Трубецкой и Найк Барзов. А теперь, погоди, а теперь мы можем хоть вопрос задать. Как все это называется? Угадайте с одного раза. Можно хором. Три-четыре. Взлетная полоса. Тот фестиваль, который уже далеко не первый год проходит. В восьмой раз, да? Да, в восьмой раз. И мы сегодня будем всех звать, приглашать туда, анонсировать это мероприятие. Главный у нас спикер по этой теме Дмитрий Лабутин, представитель организаторов фестиваля. Добрый день, Дмитрий. Дмитрий. Здравствуйте, все. Контрольно-надзорный орган в лице Роскомнадзора требует, чтобы мы возрастное ограничение упоминали. Давайте сразу же укажем. Лица с какого возраста будут допускаться на данный праздник? 16+, как указан на билет. 16+. Ну что, уже в предвкушении большого праздника? Ну да. Легкий тремор, волнения нет? Ну, безусловно, тремор у нас уже там несколько месяцев такой предметовительный. В этом году действительно восьмой раз уже будет мероприятие приходить на такой, мы считаем, уникальной достаточно площадке. Это аэродром Кучаны, где действительно собрано в одном месте и возможности обеспечить какую-то охранную территорию, охранную зону. Есть возможность, и реальный существует там аэродром, где, если вы там бывали, можно было видеть, как приземляются реальные самолеты, там вертолеты по ряду и так далее. И, в общем-то, есть большой участок, который позволяет разбить лагерь, обеспечить питание, то есть много зон, много будет разных наполнений для разных совершенно людей. Но при этом 16+, напоминаю. Ну да. Но с детишками-то можно приехать? Ну, безусловно. То есть детишки не одни под присмотром? Да-да-да. Мы стараемся делать формат такой семейного праздника. Нам это подсказала еще несколько лет назад реальная ситуация, которая приходила там, когда мы увидели, что приходят с семьями туда люди, а папа одевает белую рубашку и галстук, то есть идут как на выборы, то есть на эти мероприятия, но это было в Уржуме, правда. Что за папа хипстер? Нет, это очень удобно, и это такие были ребята, то есть это мы заметили еще в Уржуме, когда были мероприятия. Вот, потом мы переехали сюда, в Киров. То есть... В Уржуме, насколько помню, на территории старого аэродрома, да? Да-да-да, на территории старого аэродрома. Там и начиналось. Название, видимо, оттуда же пошло. Название оттуда, и преемственность сохранилась. Здесь же тоже аэродром. Вот. Да, семейный праздник, потому что и для детей будет чем заняться. Будет большая детская зона аттракционов, будет лазер-так для детей. Катание на лошадях, катание на квадроциклах, на какой-то еще технике. То есть на велосипедах можно взять в аренду велосипеды. Будет, как вы сказали, уже выставка мотоциклов и другой там мототехники. А что за выставка? Что там будет? Ну, достаточно интересные там модели. Непосредственно организаторов, наверное, упомянуть тут стоят, да? Да, да, да. Организатор. Мотоклуб Хокс. Традиционный. Традиционный, да. Так, в общем-то, это мероприятие, которое мы проводим уже восьмой год на ветской земле. Напомните, пожалуйста, основную концепцию фестиваля. Зачем? Почему? Для кого? Что вы тем самым хотите сказать? Раз уж мы тут о рок-н-ролле будем тоже говорить. Рок у нас считается музыкой протеста какого-то изначально. Вы протестуете против чего-то? Может, против повышения пенсионного возраста? Ну, вот, смотрите, есть всем известный фестиваль душевствия, да? Вот он против чего? Ну, в июле тоже скоро будет, да? Ну, да. То есть, это формат отдыха, формат тех досуговых вещей, которые каждый из нас интересует в той или иной степени. Потому что здесь и рок, и свежий воздух, и природа, и свобода, и равенство, и братство, и костер. И там какая-то экстрим-вещи все собраны на одной площадке. То есть, вот, наверное, основная концепция. Собрать людей, которым это интересно, на площадке, которая недалеко от них находится, и, в общем-то, пообщаться. Вы прекрасный, надеюсь, прекрасный летний день, подчеркиваю. Потому что, по сожалению, в прошлом году и позапрошлом нам не очень повезло с погодой, и с погодой, но, тем не менее... Вообще, с летом мне очень повезло. В том году. В том году, да. Целиком, да. Плохого, да, много, конечно, в нашей жизни, но и не меньше, и хорошего. Потому что... Ну, в этом году, вроде бы, прогноз-то позитивный. Нормально, нормально. Нормально должно быть все. Да, дай бог. Ну, лето, по крайней мере. Может, там и не совсем сухое, но лето должно быть. Когда заезжать можно к вам? Да, даты еще не озвучили. Да, в этом году мы решили увеличить срок проведения мероприятия. И, в общем-то, если это был основной день в прошлых годах, в субботу, то сейчас уже первое... Можно заезжать с конца, с вечера четверга. С пятницы уже будет первый, значит, фестивальный день. То есть, уже в пятницу начинается официальный фестиваль, да. Уже в пятницу будут работать музыканты. Уже в пятницу вечером будет хедлайнер. Поэтому в полном разгаре уже будет мероприятие проходить. В пятницу мы сможем с вами посмотреть Найка. Найк Борзов будет, да, в пятницу уже. То есть, на самом деле, есть смысл приезжать в четверг. Кстати, Найк Владимирович бывал в нашей студии, бывал, вот здесь сидел. Да, в пятницу Найк Борзов, а в субботу будет ребята из Белоруссии. Трубецкой. Да, Трубецкой. Ну, я как, ну, не то что поклонник, но как человек, следящий за творчеством с самого основания, там, с 90-х годов. Печально, конечно. Вот я хочу заострить внимание для любителей, да, для ценителей. Трубецкой, не Ляпис Трубецкой. Ляпис Трубецкой, группа, прекратившая существование в 2014 году. И сейчас Сергей Михалук и Паша Булатников отдельно выступают. Ну, вот Паша Булатников как раз и приедет. Ну, да, ребята, в общем-то, и без него. Они второй раз уже к нам приезжают. В позапрошлом году они уже здесь были. У них есть, в общем-то, договоренности об исполнении тех песен, которые исполнялись полным составом тогда еще. Поэтому, в общем-то, и то, что мы слышим и видим, ну, вернее, то, что слышим, ну, мало чем отличается от того, что мы слышали. То есть отряд не заметил потери бойца? Ну, и в моем мнении, конечно, заметил. Замеет. Да, но я не знаю. Для того, чтобы увидеть тех ребят, на которых мы воспитывались 10 лет назад, ну, а почему нет-то? Ну, пускай без одного бойца, ну, ничего страшного. В этом нет. Ощутить те, получить те впечатления и какие-то переживания вполне достойно. А известно, значит, что Трубецкой-то будет исполнять, вот, сказали, те самые хиты есть. А какие хиты? Конца 90-х, ну, и потом уже более жесткий такой период. Нет, точного перечня нет. То есть они такой миксуют, они как бы и современные какие-то свои композиции, ну, и, естественно, там хиты, 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 хиты. Нормальное выступление все. Как туда попасть? То есть нужны какие-то билеты, что-то еще? Попасть туда достаточно просто. Естественно, ход по билетам, их можно как заранее купить через кассеру, в тех торговых центрах, где у них есть точки продаж. Ну, в интернете. В интернете, да, покупают. Вот, также можно купить на месте уже. То есть приехать и там уже, да? Приехать и там уже купить. Дорого ли? Ужасно недорого. Значит, 500 рублей все это дело стоит. В день или целиком? Причем это стоимость за все три дня проведения мероприятия. Это коммунизм какой-то у вас. Да, ну, мы старались и всегда, стараемся и всегда старались, да, делать это, чтобы было доступно. Вот, ну, это действительно недорого. И какой набор, так сказать, удобств за эту цену получает посетитель фестиваля? Да, посетитель получает доступ на все площадки. Вместо под палатку получает, во-первых, наверное, да? Все площадки мероприятия, в том числе он может там выходить с территории мероприятия, заходить обратно, уехать домой, там поспать, завтра приехать снова на мероприятие, потому что... Познавательным знаком будет браслет на руке. Стоянка для машин будет организована. Ну, тут форматка, сейчас многие фестивали работают. Да, но она немножко как бы на другой полянке, потому что доступ автомобиля на территорию мероприятия будет закрыт. Далеко ли? На машине не проехать. Через дорожку. А, ну... Через дорожку, да. Минуты две, хоть. Ну, в правилах безопасности это разумно, конечно, да, не смешивать потоки людей и машин. Тем более там все-таки аэродром. Ну, я смотрю, сообщения в СМИ, достаточно амбициозные планы вы ставите. Обычно, знаете, организаторы мероприятия говорят, что мы хотим вот собрать такое-то количество человек, а у вас минимальный порог указан от 10 тысяч. Это что такое? Это я читаю на портале «Свой Кировский» в планах организаторов собрать в этом году на фестивале от 10 тысяч человек. Ну, а почему нет? Если хорошая погода, возможно, если берутся. Я не знаю, что там пишут, из каких источников берет информацию «Свой Кировский». Но мы надеемся, что это интересное мероприятие, в общем-то, для людей соберет. Тем более там кто-то может на один день приехать, кто-то на два, кто-то пришел, ушел. Ну, да. Как на любителя тоже. Вы знаете, еще, так сказать, если делить аудиторию на местных и пришлых, то с каждым годом добавляется все больше и больше людей, которые специально едут. Из других областей? Да, из других областей, из других городов. Наши друзья на мотоциклах приезжают, очень много людей. Там порядка из семи городов в прошлый раз были гости. Откуда именно? Ну, я имею в виду не районы Кировской области, наверное. Не, ну, безусловно, это не районы Кировской области. Это ПФО, то, что вокруг нас из Казани, Нижний Новгород. Значит, Сыктывка, Рухта приезжали. Приезжали с Востока, Сыктывренбурга, с Перми. Это Кострома, это Иваново, это Ярославль, это, ну, вот, Владимир, Шуя. Ну, много-много. Есть какой-то ритуал при встрече, так сказать, братьев-байкеров, приветствие какого-то, обмена чем-то? Да, безусловно, это даже не среди байкеров. То есть это среди мужчин было принято давно и, в общем-то, где-то потерялось и кого-то, у кого-то сохранилось. Это просто рукоподержание и, в общем-то, дружеское объятие, да, которое показывает, что мы с тобой братья и друзья. И единомышленники, к тому же. Да, да. Итак, еще раз напоминаю, фестиваль «Взлетная полоса» стартует уже в конце следующей недели. 6 июля, 7 и 8 официальные даты проведения. Мы продолжим разговор о фестивале через небольшую паузу и скоро уже начнем розыгрыш наших призов. И в том числе билеты на взлетную полосу мы сегодня тоже вручим. Да, да, у нас 4 билета. 4 билета на 4 паузу. Пауза. Культ поход. Продолжаем разговор о грядущем фестивале «Взлетная полоса», которая стартует уже в следующую пятницу, 6 июля. До 16 и старше. Да, от 16 и старше. Да, 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 да. От 16 и старше. Дети до 16 лет. Ну, видимо, они допускаются вместе с родителями, но у них там будет своя программа совершенно. Да. Дмитрий Лобутин с нами, представитель организаторов фестиваля. Вот сейчас мы выяснили в паузе небольшой, что нужно поподробнее все-таки уточнить. Уточнить. По поводу, так сказать, воздухоплавательной программы. По поводу путешествия. Да, раз уж на аэродроме это все происходит, что будет-то конкретно? Ну, мало того, что мы можем с вами лицезреть и быть свидетелями посадки и взлета реальных воздушных судов. Мы сможем еще свои... Что за суда-то? Ну, которые там, в общем-то, приземляются на территории. А, которые работают на аэродроме, да. То есть, да. Они различные... Ну, они же сейчас вылетают, да, для патрулирования Лесовов сейчас. Да, да, да. Это специальные какие-то там, не знаю, у них рейсы. Санавиация где у нас бодируется? Там же, точно. Да, там же. Мы будем иметь в своем месте прекрасную возможность покататься и подняться на воздушном шаре, но при большом условии, но, потому что воздушный шар очень здорово зависит от метеоусловий. То есть, если силы ветра превышают сколько-то, то есть, ну, просто нереально это делать. Ну, есть вот такая погода, как сегодня, да, когда не шелкнется ни один листок. Прекрасная возможность, да, подняться на высоте, на прекрасной... То есть, вы можете посмотреть, все могут посмотреть фотографии, которые выложены на страничке мероприятия ВКонтакте. То есть, очень красиво, очень красиво получается. Подняться на шаре, но он на ниточке. Ну, на ниточке, конечно. Но на ниточке, чтобы, не дай бог... Чтобы в Китае не снесло ветерком, да. Полет же не согласован, он могут избить. Попитающий вертолет санитарной авиации. Да, в этом году еще, вот, я, наверное, тоже нужно упомянуть, что будет, значит, кубок Дикого Ястреба. Мы объявили это в классе квадроциклов. Ну, вот, у многих людей есть там квадроциклы. Это что-то вроде гонок на квадроциклы? Прекрасная поляна, да, на территории мероприятия, которая позволяет устроить для этих ребят, ну, какие-то покатухи с какими-то призами. Да и не с какими-то, в общем-то, призов-то на полмиллиона у нас подготовлено. Ух ты! От спонсоров мероприятия, да. Это будет очень здорово и интересно. Это здорово будет, да. То есть, просто любой желающий может приехать туда на своей технике. И поучаствовать. Да, вход, значит, билет на это мероприятие, значит, это просто страховка. То есть, там будут здорователи сидеть. То есть, если ты застраховал свою жизнь от каких-то несчастных случаев, которые могут пройти, пожалуйста, заходи и участвуй. Вот, поэтому приглашаем всех, в общем-то, своей силой проверить на этом мероприятии. И покататься, и себя порадовать, и других. И других порадовать, да. Это очень щекотливый вопрос. Организаторы будут следить, чтобы в трезвом уме и памяти это все происходило? Ну, не только организаторы. Вы знаете, столько у нас сейчас слезящих и, значит, контролирующих служб. Это правда. У нас не оставят. Активная гражданская позиция сейчас по этому поводу присутствует. Ну, это и хорошо. Тем спокойнее будет. И организаторам, и всем гостям. Так что, ну как же, понятно. Понятно, что русский человек, он же склонен, хорошая погода, хорошая компания. Хороший квадроцикл тоже несет. Ну, да-да-да. Поэтому там еще раз приглашаю всех, кто хочет там прокатиться и испытать свою технику и себя. Приезжайте. Либо зарегистрироваться. Регистрация будет непосредственно перед началом мероприятия. Это какого числа? Это 8 июля. Это воскресенье. Это воскресенье. То есть, как большие такие киты. Первая пятница – это Наик Борзов, суббота – это Трубецкой, а воскресенье – это все вот этот. Турнир. Турнир. Как вы сказали, кубок называется? Кубок Дикого Ястреба. Дикого Ястреба. Ох, хорошо получилось. Соответственно, вот этого Дикого Ястреба получит победитель. А можно поподробнее о призах? Вы сказали, на полмиллиона их там. Хотя бы главный приз. Ну, главный приз… Не, на полмиллиона можно купить неплохой квадроцикл, кстати. Главный приз – сертификаты на недвижимость. Вах ты. Да, то есть, поэтому такие цифры. То есть, на движимости, за недвижимостью. Ну, вот где-то там. Слушай, жаль, что я от квадроцикла. Под крылами Дикого Ястреба. Под крылами. Давайте начнем розыгрыш. Наш, наш все-таки. Еще чуть позже вернемся к рассказу о фестивале «Взлетная полоса». Сейчас Дмитрию дадим возможность немножко передохнуть. И, пожалуйста, Николай, начинай. Список призов. Начинаю оглашать весь список. Начнем с книг сегодня, да. Книги от магазина «Читай город». Ну, про магазин «Читай город» мы всегда говорим. Это два магазина. Один на Преображенской улице 65 в торговом центре театра. Другой на улице Ленина 103 в торговый центр «Крым». Книга «Соломон Волков. Большой театр. Культура и политика. Новая история». Слушай, просто изумительное. Издание красивейшее. Супер обложки. Супер обложки. Супер внешность. Супер внешность. На прекрасной бумаге. Вообще изумительное полиграфическое изделие. 16+. Так, давайте. Призов у нас много. Давайте быстро пробежимся по книжкам. Дмитрий Миропольский. 916-й. «Война и мир». 16+. Рекламируется эта книга. Да. Очень интересная данная. Сергей Монахов и Дмитрий Чердаков. Глазарий языка. Полистал, похохотал от души. Очень веселая книга про русский язык. Виктор Беродиенский. Русский немец. Ну, это наш местный вятский автор. Да. 40-е и 50-е годы прошлого века описывается. 18+, кстати. Ограничения. И Иэн Макью. «Скарлупе». Тоже очень красивая изданная книга. Так, дальше уже не кишки. Дальше у нас пошли уже билеты. Билеты на любой фильм из Сиановского кинотеатра «Смена». Да. Также можете попасть в Театр кукол имени Афанасьева. 14 июля в 11 там будет «Кентервильское привидение». 6+. И 15 июля в 11 часов «Золотой ключик». Это спектакль для самых маленьких. Соответственно, 0+. Галерея «Прогресса» приглашает на выставку «Вятка в цвете». Выставка «Признание современных художников» по мотивам ретро-открыток Сергея Лобовикова. 0+. А в эту субботу в «Галерея «Прогресса»» это уже без всяких билетов. Приглашают нас всех на арт-маркет, фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии. Он начнется в 11 часов утра на набережной Грина и продлится до 6 часов вечера. Также вы можете пойти в Вятский художественный музей. Там выставка «Календарь Пирелли» 2018. Такое традиционное его издание. Издание «Тим Уокер» и вторая. Выставка «Большой мир маленькой туфельки» 6+. А еще выставка «Тысяча одного кимонода» продолжается эта выставка 0+. В ресторане «Гауди» «Эль Танго» 30 июня завтра в 19.00. «Эль Танго» это Николай Донецкий и Леона Кошкина. Мы всех прекрасно знаем. На двоих приглашение за барную стойку. То есть музыку мы вам дарим, а еда за свой счет. О пропитании позаботьтесь сами. Ну и билеты от нашего гостя. Два билета. Каждый из них на двоих на фестиваль «Взлетная полоса». Вот такой вот у нас сегодня длинный списочек. Пожалуйста, Дмитрий, у вас ваш вопрос нашим слушателям. 211-101. Поближе к микрофону, пожалуйста. Все-таки фестиваль наш связан с мототодвижением, с мототехникой. Поэтому вопросы будут соответствующие. Но они, в общем-то, такие простые достаточно, на мой взгляд. Первый вопрос. Есть такой праздник. Называется «Всемирный день мотоциклиста» либо «На мотоцикле на работу». Хочется узнать у слушателей, какого числа его празднуют. Без вариантов даем, да? А еще тут варианты какие? Вариант такой, берите гаджеты и узнавайте, да? Это не запрещается. И второй вопрос. А Дмит пока первый. Пусть они думают над первым. Ну, хорошо. Вот совсем недавно, насколько я помню, была акция международная на работу. Ну, без мотора. На велосипеде. А вот я, честно говоря, что ты и позабыл, что у нас еще и акции. А вот сейчас мы узнаем. Добрый день. А, так она тоже недавно была. Тихо, тихо, тихо. Она тоже недавно была. Тихо, тихо, уже слушатель звонит. Ты сейчас как возможно подскажешь. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Виталий. Виталий. Байкер Виталий вы? Нет. Нет. Без мотоцикла? Без. Так, ну отвечайте, какой правильный ответ по вашему? 18 июня. Угадал? Да, верно. Бинго, угадал, слушайте. А я смотрю 19 июня. Нет? Нет. Ну, вы тоже посмотрели, да, видимо? Там же где-то, известно. В интернетах. Ну, это же не запрещается. Все верно, да? Отлично, ответ правильный, да. 18 июня. 18 июня. Июня был. Ежегодно отмечается этот праздник, да. Как у нас отмечался в двух словах? У нас отмечался? Ну, кто как ведь отмечает. Вообще, реально, на работу едут на мотоцикле, у кого есть такая возможность. Понятная суть. Давайте про Виталия не забывать, про приз-то уже. Виталий, выбирайте приз. А, можно на фестивале взлетная полоса? Конечно, можно. У нас один билет на одну персону, да? Да. И, соответственно, два билета мы вручаем, Виталий. Виталий, два билета на две персоны, они ваши. Не клоните, пожалуйста. Передаем нашему редактору. Да, пожалуйста. Удачно вам съездить на фестиваль и получить массу положительных эмоций. Николай, музыкальный вопрос. Музыкальный вопрос, но он такой связанный с футболом. Все-таки чемпионат мира проходит. Да вы не боитесь, что чемпионат мира немножко так оттянет от вас гостей? Нет, я думаю, что не оттянет. Нет, там не будет возможности, кроме как на своем гаджете посмотреть, никакой экран не организуете? Не знаю пока. Пока нет. Смотрите, если Испания и наша заборная проиграет, будем скорбить на фестивале. Если выиграть... Господи, кроме нашей сборной Испании, тьма команд. Вот, а вопрос будет футбольный, потому что рок-н-ролл он всегда с футболом был близок. Это вещи очень понятные, там очень много энергии, много драйва. Сейчас прозвучит музыкальный фрагмент. Под эту музыку в свое время выходила команда Астон Вилла, британская, на стадион. А потом я купил Китай, если эта музыка прекратила звучать. Пожалуйста. Ну, я думаю, все прекрасно узнали эту группу. Это группа Black Sabbath, которая вся вчетвером всегда болела за команду Астон Вилла. Вопрос крайне простой. Какой английский город представляет этот клуб? И три варианта ответа. Это клуб из Ноттингема, это клуб из Бирмингема, или это клуб из Блэкпула? Вот в том ответе, тот получит наш следующий приз. Пожалуйста, 211-со-со, ждем у нас массы еще призов. Причем, что интересно, смотри, Володь, когда Black Sabbath вводили в зал слава рок-н-ролла, даже те первые слова не сказали. Не сказали, как наши болельщики. Вилла-ап, это лозунг болельщиков Астон Виллы. То есть, они прямо до мозга костей. До мозга костей. Они сами из этого города, понимаешь? А, ибо... Они сами из этого города. В общем, и те, и другие прославляют этот один из трех славных британских городов. Причем, что интересно, после того, как эта музыка перестала звучать, команда Астон Виллы почему-то из премьер-лиги переместилась в чемпионшип. Пошла на понижение в классе. А, на понижение. Многие связывают именно с этим, да. Да? То есть, это как талисман была группа, видимо, да? Давайте послушаем ответ, ваш вариант. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Олег. Из какого города команда Астон Вилла? Предположу, из Бирмингема. Совершенно правильно предположили. Ясно, что из Бирмингема. Откуда же она может быть еще? И группа была с собой оттуда же. Так что не стесняйтесь. Если вы имеете возможность выбрать приз, пожалуйста, Олег. Если можно, книгу Соломона Волкова. Книгу Соломона Волкова. Названием «Большой театр культуры и политика. Новая история». Пожалуйста. Очень красивая книжка на ваша. Не кладите трубочку, объясняйте. Если вы читаете каждый вечер по несколько страниц, то вам месяца на три хватит. Как раз до новой пенсии, наверное. Дыхание первого часа. Первого часа. Развороты, да, чувствуется. Ну что, еще раз подведу небольшой подыток. У нас пока лишь два приза разыграны. Это книжка Соломона Волкова только что и два билета на фестиваль «Взлетная полоса». Еще два билетика есть. И масса других призов. Прерываемся, да, я сейчас спрашиваю звукорежиссера и продолжу. Культ поход. 6, 7, 8 июля. Следующие выходные в Кучанах. Пройдет фестиваль «Взлетная полоса». Сегодняшний культ поход посвящен именно этому мероприятию. Уже много чего рассказали. И продолжаем розыгрыш. Продолжаем розыгрыш. У нас, кстати, как ни странно, почему-то звонок есть телефон. Звонок есть. Ну, давайте пообщаемся. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Татьяна. Вы хотите спеть? Нет. Сыграть? Да. Слушаем. Ваш вопрос. А, мой вопрос. Хорошо. Тогда оставайтесь на линии. Я сейчас попрошу звукорежиссера вас немножко так увести. Но вы не кладите, пожалуйста, трубку. Хорошо. Мой вопрос, он тоже музыкальный. Отталкиваюсь от того, что сегодня, 29 числа, в России празднуется День Партизан. А ровно неделю назад у нас была годовщина начала Великой Отечественной. Поэтому у меня сегодня композиции музыкальные связаны как раз-таки с этим периодом отечественной истории. Ну, я намеренно не стал вспоминать уж такие, знаете, вот до глубины души трогающие песни. Их много, безусловно, да, от которых слезы наворачиваются. Я выбрал композиции, ну, которые какие-то вот светлые такие эмоции рождают. Еще такую улыбочку. Ведь этому место тоже было на войне, да? Вот давайте сейчас, пожалуйста, послушаем одну из композиций в исполнении Леонида Осиповича Утесова. Там начнется пару строчек, а ваша задача закончить. Понятно? Да? Поехали. Но повсюду что дальше? Вспомнили песню-то? Нет. Не вспомнили? Нет. Ну, это не самая популярная песня. А, я намеренно. Да, понимаю. Я вот вытащил такую старую запись. Ну, не получилось. Будем ждать следующего звонка. 211-101. Песня называется «Партизанская». Николай? Я не знаю этой песни. Партизанская. Партизанская. В музыкальном прошлом я эту песню как-то пропустил. Партизанская борода называется. Партизанская борода. По врагу стреляю метко и зовут меня в строю. То ли дедушка, то детка. За бородку, за мою. Но повсюду. И вот дальше. И вот дальше надо было продолжить. Ну ладно, у людей есть возможность. Ну, я не хотел, чтобы сегодня было все так просто. Я решил. Хотел немножко вернуться еще к фестивалю. Мы тут просто в паузе заметили, что мы немножко... По поводу музыкальной составляющей. Да, по поводу составляющей. Дмитрий, немножко уточнить нужно бы. Да, давайте уточним, потому что в пятницу, да, действительно, у нас будет хедлайнер Трубецкой, а в субботу будет Найк Борзов. И вообще, наверное, надо дополнить эту информацию тем, что в общей сложности будет 15 музыкальных групп. В первый день это будут ребята из Ешкарлы, Кирова. А кировские кто будут? Кировские будут. У нас Роксервис, Блайндшот и Попсбюро. Попсбюро? Да. И Волохов? Да. Ну и после 20... Вытащили Мастодон. Вытащили. В 11 часов выйдет, наверное, какой-то тоже кировский там диджей, который будет крутить пластинки там или электронные эти цифровые дела. Ну это уже такие дела на ночь, да? Будет музыка уже на ночь, да. Вот. Ну там площадочка будет, можно будет повзлягивать немножечко, Конечно, конечно. Да какой сонный фестиваль, кто туда спать приезжает? А в субботу, значит, так же будет Ишкар-Ола, Нижний Новгород, Москва, Александров, ну опять же Киров. Всего 15 команд. 15 команд. Так. Напоминаю мой вопрос. Вспоминаем слова. Замечательные песни в исполнении Леонида Утесова. «Партизанская борода». Он там начинал, что по врагу стреляет метка. Не уж ты не помнишь эту песню. Нет. Там еще припев такой. «Дай, парень, я молодой, я хожу из бородой». Раз пролетела песня мимо, понимаешь? Я не беспокоюся, пусть растет до пояса. Вот когда прогоним немца, так-то. Попрогоним фрица, будет время, будем бриться. Стреться, мыться, умываться, с милкой целоваться. Вы открыли эту песню. Для меня тоже, понимаешь? Послушайте, вписи-то вот тех лет, на самом деле. Никто уж не спорит. Ладно, будем ждать. Мы еще не поговорили о гастрономической составляющей праздника. Как там будет с питанием, с напитками? То есть мероприятия поддерживают всегда большое количество наших, как они правильно называются? Фудкортов. Да, фудкортов. Предприятия общепита. Предприятия общепита, вот так и называется, на самом деле. Да, поэтому будет обширная площадка, где они будут кормить, споить. Да, сейчас называется кейтеринговая фирма. Как? Кейтеринг, как это называется. Когда кухня выезжает. Да, если ты... Раньше была полевая кухня. Ну да, сейчас. Нет, сейчас и полевая есть. То есть кейтеринг, наверное, это просто выезжает не просто с продуктом, еще и со столами. Со столами, да. Со обслуживанием, да. Да, поэтому и такое тоже будет. То есть покушать найдется где. То есть с собой лезтью не надо? Да ну что вы. То есть там очереди практически снимают, очень много точек, на самом деле, питания организовано. Да, и воду набрать для костра, вернее, для приготовления на костре чего-либо. Костр будет один общий, либо есть возможность. Нет, будут организованы места для разведения костров. То есть у каждой палатки или у группы палаток может быть такое отдельное место. Потому что там довольно-таки сложное требование к тому, чтобы костр разводить. Да. Ведро, багор. Рядом было. Снятый верхний слой. Ну да, и санитарные зоны, и вода питьевая, и покушать, и, в общем-то, помыться, умыться, и попить. Если что, медики дежурить будут? Ну, безусловно. То есть все как, по всех сторон. В лучших традициях, как говорится. Ладно, раз уж мой вопрос завис, но он не снимается, он остается. Есть пять минут для того, чтобы вспомнить слова той песни. Дмитрий, задавайте вопрос. Задавайте вопрос, не будем томить. Второй вопрос также про мотоцикл. Может быть, даже он проще, чем передыше. Сколько цилиндров у Харлей Дэвидса? Да, сколько колес у мотоцикла. Это сколько спиц, уж тогда спросим. День рождения мотоцикла. То есть дата? Есть такой день рождения мотоцикла. Его тоже празднуют активно. Опять же, кто как. Но празднуют. День рождения. То есть большая матушка мотоцикл явила на свет. Маленький мотоцикл. Мотоциклетик. И вот это день рождения мотоцикл. Алло, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Жигалин нам дозвонился. Да, да, да. Он сейчас твою песенку быстро закончит. Вы на оба вопроса или на один из них? Я на первый вопрос. Давайте. Цитируйте партизанскую. Но повсюду молодому бородатому стрелку. И дам дальше привет как молодому и как стрелку. Вот насколько я помню. Пропеть. Но повсюду боевому бородатому стрелку. И привет как молодому. И почет как старику. Вот так вот. Я тоже бородатый. Бородатый Андрей Жигалин ответил на бородатый вопрос. Что хотите получить? На взлетный полос. Так, еще два билета у нас есть, пожалуйста. Это есть. Да, процедура для вас знакомая. Не кладите, пожалуйста, трубку. Ну и вопрос. Да, второй еще. День рождения мотоцикла. День рождения мотоцикла. А сколько мотоциклу исполнилось в этом году или исполнится уже? Значит, я... Ответить на вопрос? Нет, год. Там ведь не год спрашиваем, а день, да? Год можно назвать. А год? А год? Есть ежегодный как бы день, а есть еще и год, когда вообще появился этот праздник. Он появился в 1885 году. У-у-у. Слушай, с бородой мотоциклик-то. Не только партизан, у тебя с бородой мотоцикл. Да. Ну там, конечно, несколько знаменитых фамилий, которые приложили... Тоже летом праздновать. Свои усилия, да, к созданию, собственно, такого средства передвижения, как мотоцикл. Ну, хорошо. Про музыку проговорили. Про еду поговорили, про палатки поговорили. Про еду проговорили. Вода, покушать, все нормально. Безопасность, тоже специальные люди, да, у вас будут следить за... Специальные люди, в общем-то, разные будут люди, в том числе и представители организаторов будут следить за порядком. Я думаю, что... Ну, просто надо осознавать, отдавать себе, что место, где народу много, там, ну, есть некая вероятность того, что что-то может произойти незапланированное. А музыканты, кстати, которые приедут, они вот только выступят и все уедут? Или, может, для них тоже программа будет с ними возможность пообщаться у поклонников? Они как-то выйдут к людям? Нет? Это не обговаривали еще? Ну, все тоже по-разному. Кто-то приезжает заранее и все три дня, или все два дня проводил на мероприятиях, как в прошлые годы. Кто-то, в общем-то... Выступил, уехал? Да, да. Встроен в какой-то свой график. И он знает, что он должен ровно в эту минуту убежать на сцену, потому что там через два часа у него там самолет, и надо еще пройти регистрацию. Поэтому приезжайте. Я не могу сейчас сказать за музыкантов, с кем можно будет сфотографироваться, а с кем нет. Но смотрите, следите за нашей лентой в ВК по мероприятию. Там будет разыгрываться, по-моему, запланирован розыгрыш каких-то фотографирований и еще каких-то подарков. А, кстати, мы рассказали только об одном розыгрыше, вернее, только об одной конкурсной программе, заезды на квадроциклах с призовым фондом полумиллиона рублей. А какие еще будут конкурсы, что еще можно будет выиграть на других площадках? Они ведь есть? Они есть, да. В том числе и гастрономические будут какие-то призы для того, чтобы сразу тут на костерке их оприходовать. Вот. Подарки от партнеров. Продуктовые корзины. В живом весе там. Не просто оприходовать сначала, освежевать. Ну, можно и так. То есть масла, мото-масла, для техники какие-то подарки людям. Полезные и вкусные подарки. Вот выставка, да, в мототехнике. Возможность, не знаю, прокатиться на какой-нибудь раритетном байке? На раритетном байке, возможно, не будет возможности прокатиться, потому что он, может быть, и не на ходу даже. Потому что дедушек привозят, да, отдельно, как бы так выражают. Ну, что, узнаем, да, узнаем, когда будет день рождения мотоцикла. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Наталья на фоне рева чьих-то моторов. Я решила предложить, что 18 июня. 18 июня? Нет, скажем так. Как и день байкера. Нет, пока. Первый вариант у вас не получился. Может, подумаете еще немножко. Даем вам возможность назвать любую другую летнюю дату. Ну, месяц назовите для начала. Июнь. Нет, не июнь. Увы, не получилось. Итак, что нам скажет звукорежиссер? Нам заканчивать передачу? К сожалению, уже истекает наше время. Культпоход. Итак, 16+, официальное возрастное ограничение праздника «Взлетная полоса», который пройдет в Кучанах на следующей неделе, 6, 7 и 8 число. Собственно, я думаю, что подробно мы сегодня программу это представили. Спасибо Дмитрию Лобутину, представителю организаторов фестиваля. Еще раз высказываем уверенность в том, что погода не подведет. Очень бы, по крайней мере, хотелось, чтобы все было. Спасибо большое, удачи на мероприятии. Удачи. На этом Культпоход завершен. Через 20 минут слушайте программу «Сделан на ветке». Культпоход.